Едет фура, ну и такой попугай у водилы на плече, и полная фура сзади кур везет. Легу, ку-ку-ку, а там рут сзади, он такой едет. Раз, тут такая баба машину тормозит, знаешь, со склумаками, стоит такая, бидонами вся такая. Он подъезжает такой к ней, раз, такой, шо? Она, подвезешь? Он такой, сосать будешь? Она такая, нихуя, не буду. Он такой, ааа, иди пешком. Дальше попугай сидит на плече, такой доволен, смотрит вперед. Опять едет дальше, опять баба тормозит, тоже, с склумаками в окно. Шо, подвезти? Она такая, ну да, сосать будешь? Она такая, нет, не буду. Он такой, иди пешком. И дальше хуярит, она такая. Смотри, третья стоит, тормозит, она знает. Ну что, сосать будешь? Она такая, сходу, да, буду. Она такой, нихуя. А ну, залазь давай. Там залазит в будку, пошла такая, раз, тут попугай на нее смотрит, такими глазами. Она говорит, слушай, говорит, я стеснительная такая бабенка. Ты можешь попугая закинуть в кузов к себе? Ну такой, ну конечно могу. Берет такой случай. Раз, берет попугая, пошел его, раз, закинул его в кузов. Такой. Едет дальше там все свои дела. Друг смотрит, впереди менты. И они его тормозят. Он такой охуевший тормозит. Смотрит на них. Говорит, ребята, шо случилось? Там в окно, они говорят, ты шо, посмотри назад. Он раз в окно. Ебать в зеркало. А там куры по дороге валяются все. Он говорит, иди подбирай, свои куры теряешь. Он такой, ебаный, шо случилось? Выбегает, подбегает, открывает сзади. Сидит такой попугай. Сел такой, такой, куру поймал. Такой, сосать будешь? Он такой, ко-ко-ко, шо, ко-ко, пешком иди. Мужик приходит в баню, блядь, да? Ну, ходит там, блядь, по залу, да? Один вот с такой елдой, блядь, по колено. Духметровый. Да, тот охуел. Говорит, слышь, мужик, у тебя что, блядь, такая елда выросла? Или ты как, что? Он говорит, да нихуя, я, говорит, оттянул. А как ты? Да я, говорит, пудовую гирьку привязал, неделю походил, блядь. Он мне, сука, оттянулся до колена, блядь. Ну, ладно, вот тут он думает, ну, и хуся, и я оттянул. Пришел домой, блядь, базарит. Пудовой гирьки не нашел, нашел килограммовую, блядь. Привязал, блядь, неделю ходит, нихуя не растет. Вторую неделю привязал еще на 2 килограмма, опять не растет. На третью неделю 3 килограмма привязал, блядь, вырос аж ниже колена. Блядь, такой счастливый, ебать копать такой. А ебать не может, с хуйни стоит. Приходит, блядь, приходит в баню, у того спрашивает, слышишь, мужик, ну что, я, говорит, оттянул, даже ниже колена, больше, чем у тебя, блядь. А ебать не могу, что теперь делать? Он говорит, ну как что, я своим жопу вытираю, а ты можешь зубы чистить? У мужика спрашивают, как ваше имя? Тут говорит, Растворов, а фамилия и отчество. Семен Бетонович. А ебать! Ну мужик как-то идет, он вдоль дороги, надо дорогу перейти, смотри, старушка тоже мучится, никак не может перейти. Он говорит, бабушка, давайте я вам, говорит, помогу. Ну раз перевел ее, она такая, живет вокруг своей оси, говорит, я, говорит, фея, ты, говорит, доброе дело сделал. Выбирай, говорит, желание, что ты хочешь. Ну мужик так подумал, говорит, да хочу, говорит, чтобы по жизни мне всегда везло, она такая, фея, говорит, все, раз и исчезла. Он же думает, да блин, обманул, наверное, ну идет дальше. Смотрят раньше таких, аппараты были, 5 рублей, кидаешь, там, 3 семерочки, раз по карманам, хоп, пятачок, хоп туда, брук, у него 3 семерки, он раз все деньги забрал, с другого конца, раз, 3 семерки, и так у него везде. Он, блин, бабка-то видать, точно, говорит, это, фея, идет дальше, казино, ну заход мелочь, что-то все поменял на рулетку, раз, зеро, хоп, ему опять, там, фарт, хоп, хоп, так, нашрыбался, ел чемодан денег, он в шоке, блин, что, блин, делать, я говорю, надо, говорит, отметить это дело. Ну идет мимо публичный дом, он заходит в публичный дом, там, да-да-да-да, вы миллионный посетитель, выпивка и номер все, за бесплатно. Вообще, говорит, во фарти, что бы вы, говорит, хотели, он так подумал, подумал, говорит, блин, ну, в детстве, говорит, я, как и все, говорит, наш народ, говорит, советский, вырос, говорит, на индийских фильмах, вот хочу, говорит, индианку попробовать, без проблем, вот вчера только поступила, еще, говорит, ни с кем не была, вот прям, все, пожалуйста, комната вам, все, ну, мужик, там, киллдырь, мелдырь, там, чихи-пыхи, ну, с утра просыпается, смотрит так, ну, она рядом лежит, индианка, он ее толкает, говорит, слушай, говорит, вот у меня, говорит, вопрос такой, говорит, почему, говорит, у вас на лбу вот это, вот, пятнышко, говорит, нарисовано? Она, говорит, ну, не знаю, это у нас, как это, типа, ну, положено, говорит, так, ну, говорит, не нравится, хочешь, сотри, он, говорит, так, стирает, падает на пол, ржет, катается, не может, она, говорит, что бы случилось-то, что, говорит, растер, что ли? Он, говорит, не поверишь, машину выиграл. приходит мужик к доктору и говорит доктор так быстро кончаю не могу уже вот до развода только засунул сразу кончил только засунул сразу кончу понятно вы когда рит вот при людей и только вот уже подходит вынимает пистолет купи стартовый пистолет как ебанин это раз отвлечуся понял и дальше продолжаем вы да ахуенно приходит он через неделю все развожусь вообще будет как чего будет купила пистолет вред легли по за 69 я у нее она у меня будет смотрю подходит вот я как ебанул будет мало того что она мне на лицо насрала бля так еще и мужик со шкафа выпал блять на подъезд соседка поселилась женщина молодая как-то утром часиков в 12 слышу стук 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 стукается в дверь ну я думаю чо у глазок пялиться надо открывать человек полтора часа у дверь долбит открываю стоит эта соседка крупнее чем в глазки все таки спинюаре в женском я без спинюара строгая одежда белая майка черные трусы и носки в крупный горох мелкую дырку она на меня смотрит и говорит у меня утюг сломался вы не наладите здравствуйте я три года как с мужем развелась а утюг у меня немецкий я говорю наладим утюг чо дурнее немцев шоль ну взял инструменты стакан сам пошел он всегда в инструментах пришел к ней сел на диван делаю утюг телевизор не смотрю там футбола нет одна эротика идет она на меня смотрит и говорит какие сосед у вас руки сильные наверное этими руками крепко женщин обнимаете я кстати говоря пять лет как с мужем развелась и тут у нее от пенюара пуговица отлетает и все ее груди зависают у меня над башкой как два арбуза все ну я вскочил мужики или нет сорвал с него пенюар нашел в инструментах иголку с ниткой и пришел к ее пенюару пуговица своих старых штанов на пенюара дело говорит спасибо вам сосед большое на следующий день часиков в девять ночи сижу играю в домино сам собой выигрываю слышу опять что открываю стоит опять это соседка в больном платье загримирована вся как клоун а вместо воротника лисица мертвая висит она горит у меня в ванной смеситель сломался испанский вы не наладите пожалуйста если можно игру наладим смеситель чему дурне испанцев шоль она говорит тогда я сейчас вам все приготовлю вас позову минут через десять зовет захожу я к ней в ванную а эта соседка знаете ведет себя там как женщина совершенно бессовестная прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла кроме свечки горят свет видимо экономит а по телевизору опять эротика идет старая серия она воды себе в ванную набуровила лепестков каких-то цветов накидала лежит лыпица у нее смеситель сломан она лыбится так наша ветеринарша деревенская лыбилась когда и взвод солдат дали в помощники на все лето радовалась тогда не знаю я соседки вы меня конечно извините но ваши при смыве вся канализация забьется у вас же стояк многоколенчатый наклон лежака на слабый уклон она говорит ах пусть все забьется я всем лет как с мужем развелась надеюсь сосед вы знаете что мне сейчас больше всего надо я говорю конечно знаю она говорит тогда разденьтесь ну я майку снял по самые трусы но жарко ей же валяться мне смеситель делать ну сижу делаю смеситель она ногу свою из ванной достала и мокру на спину мне ее взромоздила я думал может залез доста что-то хочет сверху нет лежит лыпица ну заделала смеситель на мне говорит может быть вы теперь спаситель мой спинку мне по треке я девять лет как служеб развелась а мочалка у меня кстати итальянская я говорю можно и потереть чем дурнее итальянцев ну долго не тёрно от мочалки что-то трехтеть начало стонать глаза закатывать я говорю все хватит вылазь нафиг раскряхтить доставай свои лепестки да лопухи я сюда она какая-то манейка знаете взрослая женщина ведет себя как ребенок протрите меня говорит полотенцем а то у меня слабо здоровая лошадь сама себя вытереть не может ну протер ее полотенцем вафельным да красна а пока тер она говорит какие у вас руки красивые вот ты точно как ветеринарша была у нас такая 16 раз замуж ходила мужики сбегали от него как крыс из корабля и я сбегал с ней невозможно было не покурить не книгу почитать чтоб кровать сочила ну любила поспать одна видно боялась ну вернемся к соседке она мне говорит может быть вы по причине моей слабости меня на руках сталью отнесете я говорю чего она прыг на руки внезапно лежит как рубероид затаилась ну видно слабо ее протер выскользнула она у меня башкой а паркет бас и сбит я будил бесполезно крепко спала сама потом проснулась одела свой пеньюар может быть поужинаем вместе я 11 лет как с мужем развелась у меня есть коньяк французские выпить и я говорю можно и выпить чем у дурней французов ну по одной буквально тяпнула подскочила как блоха внезапно прыг на колени ко мне морда наглая сидит она вообще не тяжелая не больше сотни но я же тоже не скамейка правильно сидит дышит у меня дыханием своим астматическим и ногами жевелись ну я на ее ноги смотрю ну красивые конечно ноги брать не буду начало но красивые но шлепалки же у него где-то размер 43 особенно левая может больше я же без рулетки так на глаз прикину тут она внезапно вскакивает делает мне прием сам бог и падаем и прямо к ней в кровать она говорит ну теперь ты догадливый мой знаешь что делать надо я 27 лет как с мужем развелась конечно знаю важно с кровати он две пружины соскочили и висят сейчас сделаем она скачила вон отсюда хам не приходи больше да я и сам к ней не пойду опасная женщина то на колени прыгать то смеситель делать мешает да ну ее в баню и начальство выдало мне три путевки в таиланд на меня на жену и на лидию сергеевну мою тёщу тёща заявила что она едет обязательно потому что таиланд это ее любимая африканская страна мечтаю увидеть родину кенгуру но собрали две сумки той же поменьше все наши вещи 15 пачек макарон 19 банок тушенки той же побольше тёща купальне приехали в таиланд поселились в гостинице поели тушенки с макаронами пошли на обед а после обеда на пляж там отдыхающие катались на надувном банане когда мы женой сели на банан инструктор попросил подождать еще шесть человек для комплекта тут к нам присоединилась тёща банан ушел под воду утащил за собой катер вместе с инструктором акула напала на тёщу неожиданно укус на спине был такой огромный что от полученных ранений акула тут же ушла на дно потом тёщу увлекло зрелище когда катер потащил за собой парашютиста но раздумывала она недолго два танца предключение шоу накинули на ее могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали гоу катер поехал тёща начала разгон снося на своем пути замки из песка зонтики и зазевавшуюся публику подбежав к воде она поджала ноги и пошла над водой набреющим отопив при этом два гидроцикла и три катамарана когда тёща отдалилась от берега народ на пляже замер в ужасе она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера танкер увидев угрозу справа дал тревожный гудок тёща видимо с испугу дала ответный и стала набирать высоту она находилась как раз над танкером когда стропы парашюта лопнули от верной гибели танкер ушел на веслах на следующий день мы поехали на сафари когда мы проезжали мимо бегемотов я столбенел если бы на них была одежда я подумал что приехали тёщины родственники но шутить по этому поводу не рискнул где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин и попытался отобрать у тёщи корзину с продуктами за что и был жестоко наказан она засунула его голову себе под мышку и пошла на удушающий бабуин тут же попросил пощады и показал тёще паспорт гражданина вьетнама проехав еще метров восемьсот мы увидели огромного тигра зверюга сидела под деревьями что-то жевала инструктор сказал кто не побоится покормить зверюгу колбасой тот получит шоколадку и достал из батон вареной колбасы через десять минут тигр и лидия сергеевна мирно обедали сидя в тенёчке зверюга как и положено ела колбасу а тигр шоколадку на следующий день мы поехали в аквапарк когда тёща вышла из раздевалки наступила гробовая тишина не пели даже птицы рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу одета лидия сергеевна была в купальник 1953 года и всем сразу стало понятно от чего умер сталин мы с женой пошли на горку и позвали с собой тёщу что оказалось большой ошибкой мы с супругой съехали по желобу влетели в трубу и вылетели в бассейн сверху послышался звук отъезжающего локомотива с чудовищной скоростью тёща влетела в трубу но из трубы не вылетела она в ней застряла сзади неумолимо набиралась вода внизу нервно сглотнули все включая чучело муравьеда канарейка отодвинула крыльями прутья клетки и побежала к выходу забыв шо умеет летать и тут прорвало с криком мол вот и я тёща подобно айсбергу рухнула в бассейн людей смыло волной даже в фитнес зале на втором этаже секунд двадцать тёща сидела в абсолютно сухом бассейне пока вода вместе с людьми и тренажёрами не стекла обратно аквапарк был закрыт по техническим причинам на следующий день мы пошли в тайский ресторан там подавали морепродукты мы заказали омаров рядом с нами омаров ели немцы помогая себе щипцами Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью звук был такой как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень владелец ресторана взял у тёщи автограф когда подавали черепаховый суп официант спросил вам черепаху с панцирем? немец сказал на ломаном русском если с панцирем плачу я тёща ответила если хватит он черепаху можешь даже не варить тащи так сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щёки Лидии Сергеевны её это не спасло нижняя челюсть немца лежала на тарелке хз хозяин ресторана попросил тёщу расписаться у него на плече чтоб потом сделать из этого татуировку на следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили женой две монетки на счастье чтоб вернуться сюда опять тёща кинула в океан банку тушенки и я понял что теперь мы вернёмся в Таиланд по-любому итак представьте себе 31 декабря русские и чукча решают вместе отпраздновать новый год идут на зимнюю рыбалку вот они выходят ну решили рыбки поймать к новогоднему столу естественно выходят на огромное заснеженное озеро расчищают снег сверлят лунки опускают зимние удочки и видят что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь чукча говорит понятно снимает унты одевает кроссовки русский говорит это бесполезно эти медведи разгоняются до скорости 60 километров в час а я с ним соревноваться не собираюсь мне главное тебя перегнать дедушка с бабушкой торопятся на новый год немножко нарушают правила их останавливает инспектор гибдд инспектор петров ваши документы бабушка а дед документы давай права просит пожалуйста нарушаете там знак был бабушка а дед нарушаешь там знак был аккуратно езжай я прослежу хорошо в саратов едете да сами из саратова да да вы знаете если честно в саратове был самый ужасный секс в моей жизни бабушка а дед кажется он тебя знает а двадцать лет мы с женой обрастали имущество вчера я без задней мысли предложила ей составить брачный контракт на ее лице я прочитал следующее сегодня немецко-фашистские захватчики зироломно а вслух она сказала можешь забирать все мне ничего не надо по своему опыту я знаю одно на женщину которая говорит мне ничего не надо у вас денег не хватит тут с востока налетела гроза и говорит доченька сейчас мы ему устроим хочет делиться пожалуйста мы по-честному и делешь пошел по схеме нам телевизор что тебе программка через пять минут я держал в руках свою часть имущества программку старый пульт просроченную пальчиковую батарейку рваные стельки брошюру для беременных меня это не устроило они говорят хорошо давай по-честному только сначала иди вынеси мусор и начнем все по новой сей маневр я расценил так если я выйду мусор и окажется единственной частью моего имущества обратно уже не пусть я показал им две фиги они показали мне восемь задействовали ноги тогда я сказал меня отсюда только вперед ногами вынесут они сказали спасибо за идею и оглушили меня тёщиным кулаком поволокли к выходу не только вперед ногами но и лицом вниз в парке тридцать второго класса прочности я поцарапал ногтями как медведь так цеплялся за прописку что все пальцы в занозах отбив незаконное выселение я предложил перемирие они согласились и тут же в честь перемирия подарили мне галстук да даже предложили его на меня надеть обещали красивый узел меня это насторожило так как второй конец галстука был привязан к люстре и вот это вот подхолинское встань на табуреточку люстры делили так кто где часто бывает то и получи жене досталась люстра из зала тёще абажур из кухни мне лампочка из туалета библиотеку делили по схеме на какой книге твои отпечатки пальцев та твоя мне достался только порно журнал даже на книжке где я прятал заначку тёщиных отпечатков оказалось больше мягкую мебель поделили честно мне досталась самая мягкая почти воздушная гамак кухонный утвер поделили еще проще я уступил им две чугунные сковородки а они угрожая ими отобрали все остальное двухпудовую гирю которой я занимался спортом я предложил делить так кто большее количество раз её поднимет того и гиря логично я поднял гирю 17 раз тёща сказала мне гиря не нужна но важно принцип она на прогласе подняла гирю 78 раз причём подняла вместе со мной меха поделили по честному жене досталась норка тёще андатра не меха от баяна подумав об обеспеченной старости и пытаясь урвать хоть что-то я проглотил обручальное кольцо олимпийский рубль и серебряную ложку удар под дых вернул в казну все мои пенсионные накопления рога их прихожая жена отдала мне со словами они твои можешь не сомневаться тогда я напомнил что курсы иглоукалывания для жены оплатил я иглоукалывание мне тут же вернули кактусом по спине и уже когда выгоняли в прихожей сказали на держи чтоб хоть голодным не остался и скрипя сердце подарили мне мухобойки люди юридическая грамотность это конечно хорошо но иногда для здоровья лучше ничего этого не знаю спасибо 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 игорь игорь не спеши хочешь ты того или нет но мы тебе без нового анекдота не отпустим не отпустим зал требует анекдот а 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 здесь думай Вася думай а а а а а а а а